кстати почему женщина замуж не может выйти послушайте все находится на такой поверхности прямо но люди обычно не видят ну это такая особенность знаете невидимость этого мира является одной из тайны мы всегда хотим заглянуть в эту щелочку для понимания его дел божественных почему это все устроено смотрите в чем функция женщины в чем ее особенность мужчина он может давать что-либо этому миру но ответ такой только слова мужчина может давать слова о чем я говорю мужчина ничего этому миру дать не может кроме слов и ума там какого-то ли мы женщина тоже может и слова и ум а женщина а женщина уникальное существо почему она может давать ребенка то есть существо она дает детей и второе она дает молоко вообще женщина много дает она дает существа она дает новую жизнь она дает молоко детям она дающая запомните это слово женщина рождена для того чтобы быть дающий дающий тогда что необходимо кому если есть проблема мужчин и женщин тогда что должна развивать в себе женщина она должна развивать в себе возможность давать мужчинам но это не а сексе это не а сексе сейчас если давать то можно ни один мужчина потом жениться не захочет что можно давать мужчине заботу я хочу вам сказать есть ряд обрядов они обычно связаны вот с чем у меня была знакомая которая работала которая работала в детском садике и она обратилась ко мне лида любая не помню она говорит андрей андреевич я не замужем такая полная большая не замужем и у меня вот никто на меня не обращает внимание и так далее говорю лида хочешь я тебе где ты работаешь она говорит я работаю в детском саду начальнице и говорю у тебя есть там мальчики ну конечно у меня есть мальчики смотри каждый раз когда ты приходишь детский сад то заходи покупай конфетки или семечки или еще что-либо и со своих рук корми мальчиков также найди самого любимого мальчика хвали его постоянно и давай ему конфетку и горит и такой молодец ты такой умница и так далее вот она месяц сделала и после этого замуж вышла выгодно причем и причем я не знаю сейчас какая ее себя знаю у нее инсульт был там со временем но она вышла и мужчина был на много лет ее меньше и очень хорошая судьба я я знаю точно но сейчас наверное не очень видимо потому что вы знаете что у нас стране происходит так вот я хочу сказать что в этом что то есть я когда-то провел семинар он называется быстрое замужество я там говорил найдите возможность или если вы работаете в бизнесе каком-то у вас есть мужчина постоянно его подкармливайте давайте ему то бутерброд то там конфетку какую-то то еще что то почему женщина не может давать что-либо мужчине потому что самая печальная и страшная черта это жадность которая может быть у женщины жадность которая не поделится с мальчиком не даст ничего мальчику слова хорошего не скажет и так далее это самое страшное что есть у женщины вот такой женщине выйти замуж будет очень сложно в моей школе была девочка ее звали наташ она была невероятно красивая невероятно красивая прямо с раннего возраста у нее было много мужчин которые там с ней встречались и приносили ей цветы и так далее но не было там не интимов никаких ничего она очень рано вышло замуж потом развилась потом еще раз вышла замуж потом развилась потом еще раз вышла потом она ребенка родила и так далее, но она живет несчастливо, потому что она живет с мужчиной, который некрасивый, небогатый, живет в каком-то совсем северном регионе Российской Федерации, где нет ни света, ни воды, ни газа, знаете, и там очень-очень все нехорошо, живут в очень плохой квартире, живут там на небольшой достаток и так далее, хотя девочка очень-очень красивая была и женщина сейчас она красивая, почему так произошло? Она с самого юного возраста была невероятный жмот, прям невероятный, то есть она просила у кого-нибудь, но у нее попросить ничего никогда нельзя было, ничего, она никого никогда ничем не угощала, никому ничего никогда не давала, никому ничего не предлагала человек, который ориентирован был только брать, а женщина для того, чтобы жить счастливо, должна быть ориентирована не только для того, чтобы брать, а еще что-то давать, а кому конкретно, мужчинам, научите своих детей относиться к мужчинам так, чтобы думать, что мужчин можно прикормить, подарить, что-то дать, хорошее слово сказать, вот так, почему так происходит? Обиды на мужчин, они только хотят, они только берут, а им там я ничего не дам, мужчина должен давать, услышьте эти слова, женщина должна что делать? Давать, для чего? Чтобы нашелся тот, кто возьмет, поэтому с чего начинать давание, мне все равно, придумайте свою стратегию сами.